Ашагастал Ашагастал Одно из самых больших сел в Сулейманстальском районе. От Махачкалы это чуть больше двух часов езды. В нижней части села находится дом-музей, в котором родился и жил народный поэт Дагестана – гомер XX века Сулейманстальский. Красивые пейзажи, благоприятный климат, обилие фруктов и овощей, чистый воздух и целебные источники привлекают в район все больше гостей. Но главное богатство этого места – это, конечно, люди. Сегодня мы в гостях у Маилы Яхияевой, худрука сельского ДК. Я хочу сегодня приготовить вам чахар, афарар называется. Чахар – это полба. Ну, это дикая пшеница, которая растет в полях. Его выращивают, потом его собирают, потом его молотят, как пшеницу, потом его на мельнице. Как это делать? Вот она в этом, вот это, она дикая пшеница, вот это, вот она полба. Бывает и крупа пшеничная. У этого пшеничной крупы цвет другой, а это темный. И он, знаете, если стакан добавишь, когда варится, из него получать 3-4-5 стаканов. Да вы что? Да, она такая. Поэтому я сюда, знаете, и когда вот эти афарар мы варим, измеряли в древности наши бабушки, считали, сколько лепешек. И, знаете, на одного лепешка вот столичка хватает. Вот столичка хватало. Это она считала, раз, два, три. Сюда я поставила на 15 лепешек. Тут 15, вот это должно получиться. Да, должно получиться. И цвет, видите, темно, темно, видимо, очень полезный. Он, как ты знаешь, грубый такой, из пшеницы, который, он бывает и желтый, он мягкий какой-то. И вкус другой, этот вкус совсем другой. Ну, попробуем сегодня. Его жарят чуть-чуть, недонадолго. Знать, он бывает потный, когда жаришь и потный. Как пот высыхает, его надо сразу убрать. А то, если он долго будет жариться, получится плов, а не каша. Вот поэтому его быстро убирают. Но все-таки жарят для того, чтобы какая-то влага ушла. Да, влага чтоб ушла. Он потеет вот эта голба. Потом он высыхает за минуты. Вот посмотришь, уже высыхает. Потом надо сразу его убрать из печки. Вот такие дела. Теперь мы сделаем для лепешек тесто. Сюда входит мука, соль и вода. Больше ничего. Просто пресная вода чистая. Давай немножко соли. Много соли тоже нельзя. Потому что если много соли добавишь сюда, эти лепешки, они закруглятся, когда ты делаешь их, раскатываешь. Эти краешки, они как трубочки бывают. Даже когда хинькал делаешь, эти краешки, они как трубочка заворачиваются. Это уже понятно, что ты добавила много соли. Соли. Да. Соли надо мало добавить. Да и вообще для здоровья соли сейчас нежелательно кушать много. Да. Так, знаешь, пресное тесто делаем. Да, тут просто пресное, без ничего. Ни яичек, ни соды, ничего сюда нельзя добавить. Ага. Чем занимается ваш дом культуры? Мы поем. Кружки у меня, 5-6 кружков. Вот. Вышивание у меня. Рукоделье называется. Туда входит вышивание, шитье и это, как его, глажка. Вот это все я учу детям. Танцевальный, потом сольное пение у меня, хоровое чтение у меня, художественное чтение у меня. Еще у меня клуб любителей народной музыки. Клуб есть. Туда приходят люди и просят, чтобы научили играть на чем-нибудь или спеть. Или приходят, говорят, мол, научи нам выразительности стихов. Вот. Я люблю выразительные. Я сама тоже читаю стихи иногда. Вот. Выразительности я учу их. Вот так. Взрослые люди к вам приходят. И взрослые, и школьники приходят. Да. Приходят. И они приходят иногда, спрашивают у меня, как готовят, ну, какое-то блюдо. Вот они у меня недавно, одна женщина взрослая подошла и говорит, я где-то ела, говорит, твой хлеб, говорит, с орехом это готовила. Но мы тоже готовим, говорит, но у нас совсем другой вкус, говорит, как ты его готовишь, секрет какой, говорит. Вот. Потом я же знаю, какой у него один секрет есть. И я рассказала. Она говорит, вот это да, говорит, хотя эти мелочки, но вкус уже другой бывает после этого. А вам не жалко секретов своих? Ну, нет, зачем? Пусть люди знают, пусть едят. Это же, наоборот, хорошо же. Тесто уже готово. Мы его закрываем крышкой и оставляем на 5-10 минут, чтобы оно занимало свое место. Вытаскиваем мясо отсюда и будем отделять его. Это утка. Домашняя утка в фабричных государствах мы не едим. Наши семья вообще не кушают. Только домашние все едим. Теперь будем отделять его от костей и делить его на мелкие кусочки. Она створилась хорошенько и жирная. Смотрите, какой жир здесь. Желтый бульон прямо. Вот так-то. И потом будем его отделять от костей и делить его на мелкие кусочки. Теперь мы чуть-чуть бульон убираем в запас, чтобы был у нас в другую какую-нибудь маленькую кастрюльку или во что-нибудь. Потому что если каша, она будет твердой, чтобы добавить надо потом. Поэтому надо убрать. Если она твердая будет, можно этот бульон добавить туда, чтобы нормализовалась. Вот это уже запас у нас будет, вот этот бульон. И закроем его крышкой. Теперь мы добавим вот эту полбу сюда и пусть эта каша варится. Пока мы будем печь лепешки и мясо отделим от костей, каша пусть тут варится потихонечку. Потому что эта полба, она долго варится. Не то, что другая крупа. Это долго варится. Сейчас мы ее закроем крышкой. Вот так. Теперь мы испечем вот эти лепешки наши. Берем тесто, делим его на такие маленькие крючки. Чуть вот так. Больше тоже ничего. Вот так. Теперь мы раскатаем его. А как вы так раскатываете, что оно у вас крутится под скалкой? Вот это секреты бывают на каждую блюду. А расскажите мне секрет ваш. Я такой первый раз вижу. А можно еще, знаете, когда спешишь, когда помощи нету, две вот такие ставишь один на другого. В середине муку и оба заодно. В каждом блюде есть свой секрет. Просто их надо знать. Может, это какая-то скалка у вас волшебная? Да нет, нет. Скалка такая же, как у всех. Мне три скалки. Один для хинькала, один для хлеба, один для лаваша вот такой. Чем отличаются скалки? Те большие и толстые. А для лаваша должна быть тонкая и небольшая. А для хинькала она должна быть и потолще, и длиннее. Нет, ну вы так и не рассказали, что надо делать, чтобы тесто крутилось. Сейчас я вам покажу, покажу на опыте. Говорите одно, а вот показывать совсем другое. Другое. Теперь их вот так складывают. Чтобы он формы не терял, вот это надо вот так. И вот сюда уже. Теперь уже руками. Все уже. Теперь надо вот так открывать его, чтобы он вот этот воздух ушел оттуда. Чтобы он липнет. А, влага. Вы все время переворачиваете, да? А если у меня вот такой печки нету, то тогда где? На сковородке можно. Можно. Да, да, на сковородке тоже можно. Она еще поднимается, да? Все, все. Открывайте его. Откруйте его. Вот пара идет. Теперь закрываем. Так. Секрет. Вы обещали секрет. Вы вот так катаете? Да, вот так катаете. Когда в эту сторону, нажимаешь на эту сторону. Ага. Когда обратно на эту сторону, эту сторону поднимаешь. Видишь, и она получается вот так. Она крутится сама собой. Видишь, вот так. Видишь? И ничего такого трудного нету. Просто надо знать. Правда же? То есть вы делаете упор то на левую, то на правую, то на левую. Или вас кто-то научил? Нет, нет, я сама. Сама. Вот это да. Вот это да. Я обязательно попробую. Попробуйте. Вот казалось бы, ты миллион раз делала тесто, миллион раз раскатывала. И все равно есть такие вещи, которых ты еще не знаешь. Видите, видите, она как крутится, как трубочка. Потому что соль я чуть-чуть побольше добавила. И соль тоже, они разные бывают. Иногда бывает, попадает такая соль, мало добавишь соленая бывает. А иногда хоть сколько хочешь добавлять, а она не соленая. Не соленая. Не соленая. И это должна быть удлиненной. Видите, так. Не круглая, а удлиненная. Репешку надо катать удлиненной. Да, да, удлиненная. Теперь с этой стороны грешь. Вот так. Видите, как? Теперь его собираешь. Так. Чтобы правильно было. Фестиваль был. И там одна девочка пела. А мне надо было. Там жюри все были других наций. Они же не знают, о чем говорится. А я должна была на сцене показать им, о чем эта песня поется. И там знаешь песня о чем была? Вот мать, двое руки у матери же. Две руки. Но эта женщина успевала на 3-4 человека. Как будто у нее 6-8 рук. Там и ребенка я качала, и коверт. И девочка со школы возвращалась, больная. И за ней ухаживала я. Это жюри, говорит. Это единственный район, который все показал. Нам даже слушать песни не надо было. Мы уже поняли. О чем говорится? Видите? И мука отойдет от него. И мягкое, чтобы было. И расстелить его. Так делается. Сейчас они сделаны, они готовы. Все. Теперь мы вот мясо отделяем от костей. Я тут половину сделала. Вот. Половину теперь надо. Вот так его по-быстрому. Пока мискаша варится, мы его отделяем вот так. Вот так делаем. Это у нас утка, да? Да. Это утка. Сорт муларды. Домашняя утка. Я его вот держу. У нас у меня еще там 12 штук осталось. Пока они у меня остались, приезжать еще раз. Муларды. Муларды называется. Вот коси. Вот мы прасываем вот так. А кашу вы на таком довольно большом огне варите, да? Да, да. Его надо на большом, чтобы оно варилось. Оно же долго варится. Особенно каша полбы. Она долго варится. Если пшеничная, это была бы крупа, она уже давно сварилась бы. Там минут 15-20. Это полчаса минимум надо варить его. Ну, кожа как? Кожа тоже вкус, между прочим, в коже. Жир в коже. А вкус от чего бывает? От жира. Если жирная, она вкусная бывает. С нежирной, она же не так уж вкусная на самом деле. Да? Ну да. Особенно вот эти аппараты. Там должна быть вкус. И вот эту, как его, утку или эту, мы добавляем, вот попробуй-ка. Попробуй-ка. Давай жирную, не худую. Вкусно. Вкусно же? А ты здесь? Надо переселяться в село. А в Махачкале живешь? Да. Я вот... Свои утки, муланы. Коза, картошка. Молочная коза, которая молоко дает. Коза, яблони, груша, хурма, мектарин. Конечно, это же... Ну и надо немножко постараться, чтобы все было свое, работать надо. У меня, например, огурцы, помидоры, все домашнее. Я сама выращиваю, и на работу хожу, и дома все делаю, и частота, и все, короче говоря. И с засадом. А когда вы все успеваете? Вот я успеваю, все успеваю. В 4 часа утром встаю. Иногда, иногда бывает, редко бывает, в 6 часов встаю. Там и куры есть у меня еще. Индюшки тоже были в этом году нету. И утки есть. Все есть. А спать вы как доложите? Спать примерно в 10, вот так. Это уже мясо готово. Так, мясо готово у нас. Теперь мы должны ждать кашу. А что-то вот, лук пожарить? Нет, это уже лишнее нельзя. Это вкус теряет уже. Уже не... А фарар получится там, я не знаю уже, что получится. Это совсем другое. Черт, что получится. Да, да. Вкус совсем другой. Нельзя уже добавить ничего. Видите, она варится, хорошенько посварится. Как она сварится, вот это зернышко. Пробуем. Если она полностью сварилась, потом же добавляем сюда мясо. Пробуем. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Если соли мало будет, там никакого вкуса Сейчас попробуем соли Мало соли Мало, да? Соли мало, надо добавить Вот так, теперь смешаем его Вот так-то, смотри, все, там уже соль достаточно помыть Теперь мы сюда добавляем мясо Мешаем Добавляем, мешаем, чтобы там комочками мяса не осталось Тут мясная каша получилась Много мяса Теперь мы газ выключаем Насовсем Теперь мы наполняем Вот эти лепешки Вот этой кашей Вот так Смотрите, теперь как делается она У нас там крупа и мясо И соль, и все Да, 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 и все Больше ничего Ничного ничего нету Там ложка И вот так мы его Равномерно То есть это получается такое Что-то вроде чуду, да? Нет, чуду жарят в духовках Тут нет такой Потом его вот так закрываем Потом мы вот это Не щетка, не кем Вот эти перышками Куриными перышками Носим вот масло сюда Видите, так А почему? Будет и вкус Хороший будет И чтобы они не прилипли друг к другу Если без масла Один на другого положишь Она же прилипает А это вообще считается Как праздничное блюдо, да? Нет, и праздник Обычно по праздникам делают люди И иногда самой хочется Зовем своих родственников Внуков И говорим Давайте приходите Сделаем чахар-афарар Сядем отдохнем Ну а вот допустим В Ашагастали играют в свадьбу Ну да, конечно И делают вот такое блюдо Да, это обязательно На свадьбе все делают Серьезно Ну а фарарар бывают Знаете Здесь зелени Не такие, конечно Из творога Из капусты Многие делают Кто как Теперь мы Вот то, что интересно Его надо резать Как полагается А не так, как попало А как полагается Это так? Знаете, другие Афара режут по-другому А это надо Обязательно Его вот так У него фигура должна быть Кругловатая Видите, вот так Вот так его режут И знаете, если его резать по-другому Там уже вкус Там уже вкус другой Получается Если его резать вот так Он настоящий Получится Вкус уже Чахара Фарар Ага Аааа Даже когда на тарелку ложишь Любое блюдо Смотря как ты ложишь Вкус уже меняется Вот примерно, голубцы Не все делают Мы, например, не делаем Год один раз Потому что не любят Если его положить раз Раз Вот так Вкус совсем не вкусный А если его аккуратно Красиво поставить Оно вкуснее бывает Вот Видите Теперь его вот так Вот эти места Очень красиво, конечно Видите И красиво, и вкусно Так Наш чахарафак готово Приятного аппетита Можете кушать Редактор субтитров А.Семкин